Всем привет! С вами Любовь Дальнова и сегодня хочу показать вам две развивающие книжки. Одна из них в таком тюзачке, вторая в таком чемоданчике. Книжки одинаковые, отличаются чуть-чуть внешним видом. Сейчас я вам покажу. Книжки называются «Енотовые истории». Вот такой рюкзак. Вот одна. И вторая. Отличаются обложками и некоторые материалы, другие использованы. Вот одна обложка, вот вторая. Я буду показывать вот эту книжку. Здесь у нас отличие в переплете. Книжка собирается через петельки на вот такие ремешки с пастексами и закрепляется на кнопке магнитной. А здесь переплет немножко другой. Сейчас покажу его. Здесь переплет в виде папки. И здесь у нас вот такой элемент отгибающийся. И со второй стороны у нас переплет через петельки на вот таких ремешках. Главные герои енотовых историй – это еноты. Енотов у нас семь штук. Это пальчиковые игрушки. У каждого еночика это пальчиковая игрушка. У енотиков вот такие хвостики. И отличаются они глазками. Енотики у нас по цветам радуги. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый. Также у них отличаются формы пузиков немножко. То есть капелька, капелька с острым кончиком, сердечко вот такое, треугольничек, кружочек, овальчик и ромбик. По енотов есть имена. Имена у них по дням недели. То есть это понедельник, сокращенно пони. Вторник в ад. Среда. Ими сокращено до ряда. Четверг. Чет. Пятница. Ницца. Суббота. Ботиком сокращен. И воскресенье. Это Крис. В текстовых описаниях есть подробности по именам. И у каждой странички есть своя история. Не просто так называется енотовая история книжка. Для каждой странички есть своя история. Но историю я вам рассказывать не буду, а покажу само наполнение страничек. Это домик дерева, где живут наши еноты. Здесь у нас протянулась паутинка, на которой сидят паучки по цветам радуги. Здесь у нас кустик. У кустика есть еще маленькие кармашки, куда можно тех же паучков, паучки, кстати, на кнопочках. Тех же паучков можно сюда посадить. Здесь у нас места, куда крепятся паучки с кнопочкой рубашечной. И эти места вот так передвигаются. То есть мы можем наших паучков выше, ниже поднять. То есть прямо под крону посадить или спустить прямо к самому кустику. Паутинки крепятся на пуговки и через петлю. Паутинку. Здесь кусочек небольшой кроны видно. И она из фактурной ткани. Это такой петельчатый велюр. Окошко у нас открывается на кнопочки. Здесь у нас есть перетяжка. Это клумба тыква, которую можно подтянуть к окну. Например, как будто бы полить с листочками цветными и шнурочками. Кустик у нас отвязывается. И внутри у нас есть вот такое пространство игровое, где, точнее куда, мы можем прикрепить наших паучков. У каждого паучка на спинке есть своя пуговка своей формы. И мы подбираем место, куда прикрепляем нашего паучка. То есть рядышком с соответствующей пуговкой. Все формы здесь разные. То есть треугольничек, квадратик, кружок, цветочек, звездочка, сердечко и шестигранник. Здесь у нас еще есть вот такие колоски. Колоски пришиты только у основания, а сама верхняя часть колосков отгибается. Они плетеные из шнуров. У нас есть дверка, которая открывается и закрывается. И здесь есть еще перетяжка. Перетяжка. В фонарике загорелся свет, а в фонарике потух свет. Загорелся поток. То есть можно вот так поиграть. Следующая страничка это гостиная. Гостиная наших клинутиков. Здесь у нас тоже перетяжка. Зажигаем лампочку. Тушим. Здесь у нас есть окно, которое открывается. Здесь кармашек. И в него мы вставляем карточку. Что у нас сейчас? День или ночь. А здесь у нас есть кармашки. Восемь кармашков для раскладывания сказок. То есть у нас вот такие сказки с печатью. Это у нас репка и колобок. Колечки разъемные. Снимаем с колечка сказку. Перемешиваем странички не по порядку. И можем просто разложить. А можем попросить сразу ребенка разложить по порядку сказки. То есть в начале посадил дед репку. Или в начале обложка. Посадил дед репку. Выросла репка большая, прибольшая. Стал дед репку тянуть. Тянет, потянет, вытянуть не может. То есть посадили деда. Позвал дед бабку. Позвала бабка внучку. И, как положено, рассказываем эту сказку. Потом жучка, потом кошка и мышка. Сказок есть две. Поэтому можно перепутать две сказки вместе. И чтобы потом ребенок разбирал эту сказку по кармашкам и по героям. Кто, за кем, когда появился в сказке. Кроме того, что ребенок запоминает саму сказку. Тренируется речевой аппарат. Потому что можно же не просто разбирать сказку по порядку. А просить проговорить. Спеть песенку колобка. Следующая страничка у нас это такой амбар, где наши еноты хранят свои запасы. Здесь у нас вот такой замочек. Открывается и закрывается. То есть, на самом деле, не так просто попасть в эту дырочку замочком, чтобы закрыть. Открывается. Здесь у нас хранятся баночки. Банки с помидорками, с огурчиками, с клубничкой, с яблочками и одна баночка с грибами. Все баночки крепятся на кнопку альфа. Повторяются в трех цветах. То есть, у нас, например, три голубых банки, три желтых, три зеленых по цветам радуги. То есть, в квадратных банках у нас семь, круглых банках у нас семь. Но есть у нас одна банка, выбивающаяся из ряда. Она розовая, в ней грибы и она вне цвета радуги. И она восьмая по счету. То есть, здесь можно придумывать кучу задач. Кучу вариантов сортировки. Рассортируйте по цветам. Рассортируйте по форме. Рассортируйте по цвету бантика. То есть, к примеру, если посмотреть, то тут у нас еще и бантики разных цветов. Есть зеленые, есть розовые бантики. Расставьте правильно по полочкам. Плюс можно делать разные задачи. Есть небольшой вводный текст о том, кто из енотов что любит. То есть, например, там пони любит огурцы и помидоры, а там следующий енотик любит что-то другое. И подобные задачи о том, что какой продукт любит кто-то, там четверг, например, или пятница. Кто из них что любит. Такие задачки на логику. Они позволяют ребенку продумать, например, составить таблицу. Что пони любят это, это и это. А вот к этому она равнодушна. А вот это она совсем не любит. И так про каждого енота. Можно составить общую таблицу и уже из этого находить правильный ответ. А что же любит один енот или другой. То есть, это достаточно сложные задачи на логику. А можно их составлять чуть более простыми. Так, вот здесь у нас такая арка. Это мебельная ткань, форест, с печатью. И вот эти кирпичики напечатаны. Это сублимационная печать, которая не боится стирки. И она не линяет. Здесь у нас есть вот такие шнурки. На шнурки мы можем надеть, например, у нас на этой страничке есть рябина. То есть, сюда можно надеть рябину. Так, это же у нас зимнее хранилище продуктов. Например, надеть рябину. Посчитать количество ягодок. Поперебирать ягодки. И вот надеть их, чтобы они хранились. Следующая страничка у нас совсем необычная. Она очень фактурная. Здесь фактурные кустики, карманы. Фактурная крона. И есть фактурная земля и ленточки. На дереве у нас хранятся ни листочки, ни желуди, ничего. А согласно сказке, которую вы можете потом прочитать, здесь хранятся вот такие свитера для наших енотов. Они не просто так, они прям... Их можно прямо одеть на енотиков. И енотики будут их носить. Какая фигура, какой цвет. То есть, опять-таки, здесь у нас по цветам радуги. Желтый, зеленый и так далее. Ровно, вот так. Тренировка отстегивать карабины. Сортировка по цветам радуги. Здесь маленькие кнопочки пришивные. Ну и можно посмотреть, совпадают ли, например, фигуры с паучками. Ну, по идее, должны не совпадать. То есть, у нас там есть зеленый паучок, но у него другая фигурка. Следующая страничка. Это вот у нас вот такой медведь. Отстегну отсюда корзинку. Медведь связал каждому из енотиков свой шарфик по цветам. Опять-таки, по цветам радуги. Так как в этой книжке нет ни одной липучки, а только другие варианты застежек, то не страшно, что использованы вязаные элементы. Так вот, никаких затяжек из-за липучки не будет. У медведя есть вот такая корзинка-шнуровка. В корзинке у нас хранятся клубочки. Клубочки семи цветов. Но два клубочка у нас, на самом деле, спрятаны вот здесь, в кармашках. В принципе, остальные тоже можно спрятать по всей книжке. Наш медведь потерял свои клубки и ему надо помочь их найти. А в начале у него вообще... Почему он потерял на клубочке? Потому что у него корзинка развалилась. И надо ее заново собрать, зашнуровав шнурочком. Полностью можно расшнуровать. Шнуровать можно не только так. То есть, вот здесь шнурок вшит. Можно шнуровать каким угодно образом. Главное, чтобы заполнить вот эти вертикальные прорези, чтобы они нам не мешали. Так. Здесь у нас фактурный сам медведь. Вот такая интересная фактурная земля. И фактурная крона. На кроне у нас пришиты крючочки, на которые мы надеваем нашу ягоду, рябину. Так что медведь сидит под рябиновыми кустами. Так, это еще не конец. Наши еноты очень любят пить чай. И так как их много, то все они размещаются на такой вот полянке возле елочек. На пенечке. Здесь у нас есть 7 кружек по цветам радуги. И форма кружек самая разнообразная. И здесь у нас есть силуэты, куда надо вставить свою кружку. Кружки у нас не просто так. Они магнитятся. Сзади там слой магнитного железа. И крепятся на магнитики. Здесь у нас тоже фактурная крона. Фактурная земля. Такая у нас веселая травка. Здесь у нас висят крючки пришиты. И наши кружечки замечательно входят на эти крючочки. Кстати, есть небольшой секрет, как сделать так, чтобы с этих крючочков было сложнее падать нашим кружкам. То есть мы их одеваем и они не сваливаются. Вот так. Вот такая книжка. В книжке 6 игровых страниц. И 4 листа. Размер у книжки 27 на 23. По возрасту подходит для деток старше двух лет. По этой книжке есть мастер-класс, чтобы сшить такую. Мастер-класс платный. Под видео есть ссылка на текстовое описание и приглашение на этот мастер-класс. Надеюсь, вам понравилась книжка. И приходите сшить ее вместе со мной. С вами была Любовь Тарина. До скорых встреч. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин